Всем привет! В эфире Универ Ньюз, а в студии Анастасия Попова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Историческая школа для иностранцев. На педагогический форум ИФТ поступило рекордное количество заявок. КФУ создали метеорологический телеграм-бот. Ректор Казанского университета Ильшат Гафуров встретился с председателем правления Роснаны Сергеем Куликовым, который посетил ВУЗ в рамках рабочего визита в Казань. В ходе встречи обсудили возможные варианты эффективного сотрудничества в биофармацевтике, энергетике и других сферах. Казанский университет стал пилотной площадкой для реализации федеральной программы по организации и проведению на постоянной основе международных исторических школ для иностранных студентов. Подробности далее. В Татмедиа прошла конференция, посвященная открытию второго этапа международной зимней школы. Проект Российского исторического общества и университета стартовал в декабре 2020 года и реализуется при поддержке фонда президентских грантов. Вовлеченность Казанского университета в проблематику рассеиведения регионов создает возможности и повышения подготовки качества студентов, и второе – уделение внимания к региональной истории, к истории Татарстана. Это очень важный момент, связанный с восприятием и узнаванием нашей страны, потому что многие студенты через те знания, через то образование, которое получает Российская Федерация, в свои страны, в свои культуры транслируют и восприятие нашей страны. 17 марта Елабужский институт встретит более 100 иностранных студентов со всей России. Еще около 5000 присоединятся к занятиям онлайн. На протяжении пяти дней состоятся встречи с ведущими историками страны, экскурсии по историческим местам и музеям Елабуги, научно-образовательные и культурные проекты. Невероятный всплеск интереса молодых людей к историческим специальностям, в целом к Институту международных отношений. Я еще раз говорю, такого конкурса, как реализуется это в Казанском федеральном университете, на гуманитарные направления, их нет в России. Онлайн-технологии позволяют, вы знаете, да, сейчас приглашать специалиста абсолютно из любого центра, любого выдающегося ученого для чтения лекций. И поэтому на сегодняшний день гуманитарная наука, то количество студентов, которые обучаются в школе, на отделении Айрата Габиточа, она вызывает уважение. В работе школы примут участие министр науки и высшего образования России Валерий Фольков и председатель российского исторического общества Сергей Нарышкин. На лекциях рассмотрят ключевые события и влияние страны на мировую историю. Арядна Кугушева, Виолетта Басова, Универньюз. Завершилась регистрация участников на седьмой международный форум по педагогическому образованию ИФТ. О том, какие нововведения будут в этом году, смотрите далее. Форум ИФТ-2021 станет очередным вызовом для Казанского университета. В этом году он пройдет в смешанном формате очно в стенах вуза и онлайн на площадке Microsoft Teams. Еще один важный момент связан с тем, что в условиях пандемии COVID-19 мы постараемся максимально обезопасить участников форума. И мы получили уже согласие ректора Казанского университета Ильшата Равкатовича Гагурова, что будут приняты беспрецедентные для научных мероприятий меры предосторожности. В частности, каждый участник форума, который приедет в Казань, пройдет ПЦР-тестирование на COVID-19 в университетской клинике. В случае непредвиденного заболевания участник форума сможет получить квалифицированное лечение в COVID-госпитале Казанского университета. Это действительно необычное решение. И уже сейчас, когда мы сообщили об этом нашим участникам, прежде всего и иностранным, они ответили, что это редкость и далеко не каждый, а может быть вообще ни один университет в мире, потому что медицинские услуги очень дороги, не сможет позволить себе такие меры заботы об участниках форума. В этом, наверное, и раскрывается преимущество и достоинство Казанского федерального университета. Отметим, что в этом году подана 1461 заявка на участие. На 600 больше, чем в прошлом. Форум объединит порядка 40 стран мира. Соответственно, у нас также будут участники из зарубежа. Это Рочестерский университет. Примут участие коллеги из Молдавии, Румынии и других зарубежных стран. В этом году главной темой форума станут новые вызовы в педагогике. Выделены три основные направления обсуждений. Учителя для детей с особыми образовательными потребностями. Образование в эпоху экстремальных явлений, в частности пандемии. И подготовка учителя-воспитателя в 21 веке. Эти тематики не случайны. Они завязаны с основными векторными направлениями работы Казанского федерального университета в области педагогического образования с трендами, которые сегодня существуют в современном мире. Форум пройдет с 26 по 28 мая этого года. Диана Жленкова, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс. В Казанском университете создали метеорологический телеграм-бот. Он информирует о том, какой была погода в Казани в любой день, начиная с 1900 года. Все подробности смотрите далее. Казанский университет Казанский университет располагает одной из самых древних метеорологических станций, которая может похвастаться третьим по продолжительности рядом в нашей стране после Москвы и Санкт-Петербурга. Ученый из Казанского университета Тимур Ауходеев попытался создать такой ресурс, который мог бы воспользоваться абсолютно любой человек. Для этого нужно только ввести дату, и бот пришлет отчет о погоде того дня. Этот бот использует информацию за предыдущие сутки, за следующие сутки, и говорит о том, какая же была минимальная температура, максимальная температура, были ли перепады давления, и насколько они были резкими. В то же время, выбранный день, если это зимний период, какая высота снежного покрова, чтобы сложилось такое полноценное мнение об этом дне. В настоящее время бот использует архив, начиная с 1900 года. В дальнейшем планируется расширение и углубление архива, так как в Казанском университете метеонаблюдения ведутся с 1812 года. В ближайшее время обязательно подключится более широкий архив, так как представлена пока только Казань. Я уверен, что люди хотят знать информацию про другие города. Мы обязательно добавим такую возможность. Кроме того, добавим возможность какой-то визуального представления информации, например, в виде карты. Иногда карта воспринимается лучше или в виде графиков каких-то. Проще говоря, в общем-то, потенциал расширения очень широкий. По словам разработчиков, в данное время программа робота живет на его домашнем компьютере, поэтому работает в текстовом режиме. Планируется перевести бота на сервер, чтобы он был доступен круглосуточно, а также научить бота анализировать информацию и сообщать о том, насколько обычно является погода в запрашиваемый день для этого времени года. Елизавета Никитина, Фарид Зайхитаглы, Универньюз. В Елабужском институте Казанского федерального университета состоялся день открытых дверей для выпускников учреждений среднего профессионального образования. Смотрим. Прочувствовать атмосферу вуза и поближе познакомиться с первыми лицами решили более 80 заинтересованных из Сатарсана и Удмуртии. Всех гостей ожидало увлекательное путешествие по интерактивным площадкам отделений. Будущие абитуриенты смогли оказаться в другом мире с помощью очков виртуальной реальности и полюбоваться выступлением дошкольников. А для тех, кто увлекается историей книгопечатания, работали музеи. У нас выпускная группа, и есть заинтересованные дети, которые хотят продолжить свое обучение уже в высшем учебном заведении. И вот сейчас как раз-таки мы приехали сюда, в это красивое образовательное учреждение, и я сама, как бывший студент, рекомендую им данный вуз. Вообще большое спасибо организаторам, приемной комиссии Лавровского института КФУ, потому что все на высоком уровне, все так хорошо, красиво, все доступно объясняет. Очень надеюсь, что студенты Мензелинского и Педальского колледжа продолжат здесь свое обучение. Студентка Полина Моргунова поделилась с нами о выборе профессии. Я выбрала специальность русский язык и литература. Хочу быть учителем в колледже. Все понравилось, подробно рассказали обо всех направлениях, о заочной, очной форме. Ну, в принципе, буду вступать сюда. Елизавета Никитина, Анастасия Краснова, Айдар Нурмиев, Универ Ньюс. На этом все. В студии была Анастасия Попова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!